Всем привет! Начинаем наш телемост «Киев-Вашингтон» или «На Вашингтоне-Киев». Андрей Андреевич, так много тем. На прошлой неделе отпраздновали 75 лет НАТО, пообещали нам комплексы ПВО. С другой стороны, все это звучит классно, но как-то слишком много будущего времени. Есть еще фраза о том, что 9 апреля, то есть завтра будут какие-то дела в Конгрессе. Давайте сначала просто зафиксируем, что у нас происходит в этой полугодовой эпопее по баблу. Будут завтра какие-то новые законопроекты по Украине, Израилю и, соответственно, Тайваню? Хорошо бы, чтобы никаких новых не было. Идеально, чтобы прошел тот законопроект, который принят Сенатом. Принят большим большинством 70 голосов, среди них 20 республиканцев. И этот законопроект выдвинут президентом Байдена после его замечательного обращения к нации 12 октября после нападения террористов на Израиль. Он там слово «Украина» употреблял не меньше, чем «Израиль» и поставил на одну доску Хамас и Путина. Это прекрасно. Только я вот думаю, если не уходить в историю, а что нас может ждать непосредственно в этой перспективе? Куда склоняются часы и весы в сторону выборов? А весы в какую сторону склоняются в части выборы с одной стороны и в другой стороны? Вот вроде же как завтра что-то они должны обсуждать, вроде каникулы закончились у конгрессменов. Так вот, я напоминаю историю этого вопроса. И тогда, полгода назад, он внес вот эти слова замечательные. Он подтвердил их замечательными делами тогда. Он направил двереносную группу к Ближнему Востоку и внес законопроект в конгресс о помощи в Украине, Израиле, Тайване, в частности, те самые 65 миллиардов помощи в Украине. И вот этот законопроект полгода блокируется. Я скажу, кем это? Совершенно очевидно. Одним человеком, Трампом. К сожалению, ему удалось подчинить себе республиканскую партию. И вот те республиканцы, которые всегда, в большинстве своем поддерживали все законопроекты, законы о выделении украинской помощи, они, подчиняясь Трампу, блокируют этот закон под разными лицемерными поводами. Но вот тот же, в чем там дело? Во-первых, чтобы закон прошел, прежде всего надо его поставить на голосование. За уникальное должность и полномочия спикера палаты. Без него нельзя поставить никакой законопроект на голосование. И вот этот Джонсон, которого трамписты крайние, они запугали его тем, что если он поставит на голосование, они его с ним и со спикера сбросят. Он под разными предлогами затягивал полгода. Ну, основной, первые там несколько месяцев была такая песня, что да, замечательно. Ну, помните, он стоял с Зеленским 19-го еще декабря в коридорах палаты. Представите, я объяснял ему, что да, господин президент, конечно, мы поддержим Украину. Это ужасно, если Путин победит, мы за поддержку. Ну, вот, вы знаете, нам бы хотелось, кроме того, что наши друзья-демократы согласились с нашей позицией о безопасности наших южных границ. И мы это вот предлагаем в один пакет. Хорошо, была создана комиссия демократов и республиканцев, которые приготовили новый законопроект, который повторял вот этот о помощи Украине. 65 миллионов, включающих положение по границе, в которой демократы пошли на 90% навстречу требованиям республиканам. Но в последний момент Трамп распорядился не голосовать за этот законопроект. Тогда наши друзья в Сенате, в Сенате у нас хорошая поддержка, и лидер демократов Чарк Шумер, и лидер республиканцев Митч МакКоннелл, они провели новый закон уже без всяких упоминаний о границе, но опять тот же, который внес Байден. И проголосовали его, проголосовали 70 голосов. После этого теперь затею другую игру Джонсон. Он начал говорить, нам нужно единство республиканцев. Я говорю с Трампом, Трамп очень хороший человек, он хочет помочь Украине. Но он считает, что лучше, если это будут деньги даны по кредит Украине. Так легче будет понять новую платежку. Нам нужны не деньги, нам нужны оружие, чтобы победить Россию. А все кредиты, если дадут оружие, достаточное для победы, то Благодарное человечество 10 раз заплатит за все украинские долги Соединенным Штатам. Это же пустая отговорка. Ну, потому что это требует. И вот он сегодня, и я вам скажу, что завтра будет в палате. Джонсон официально скажет, что вот лучше. Да, он уже заявил, что да, я добьюсь голосования по кредитам, но у меня будут инновации. Вот первая инновация, это давайте сделаем сейчас. Хорошо, но это же потребует еще месяц дискуссии. Это новый закон, надо писать новый закон, выночь в кредит, там каждое слово будет цепляться. А у него еще вторую идею он подкинул. Для того, чтобы... А давайте еще так сделаем, замечательно. Звучит очень так, антипутински. А давайте для этой цели используем замороженные активы российские, там 300 миллиардов. Во как! Ну, для этого тоже надо принять новый закон. А там масса юридических вопросов. А, кстати, эти деньги заморожены в бельгийском депозитарии, которому Джонсон не имеет. То есть это явно тактика трампистов и полностью подчинившегося Трампу Джонсона. Это тянуть, тянуть время до выборов, на которых, как она делится, там победит. И тогда весь вопрос с Украиной, передача помощи, будет закрыт новым президентам. Ну, вот, это такая основная линия. На что я надеюсь? Надеюсь все-таки на бунт наших тех республиканцев, проукраинских друзей. Ну, вообще-то вещь удивительная. Вот мы с вами обсуждали несколько раз, я напомню, документ, называемый «План для победы Украины в войне». Он предложил бы тремя республиканцами председателями комиссии палаты, председателя Макоу по иностранным делам, и Роджер по обороне, и еще республиканцы по интенжен, по разбитке. То есть эти люди всегда критиковали Байдена за недостаточную помощь. Так у них сейчас очень простая возможность. Есть демократы, сейчас предложили процедуру, которая может обойти блокировку спикера. Это называется «discharge petition». Если 218 членов палаты письменно представят свои требования, поставят на голосование, то он будет поставлен независимо от решения спикера. И для этого достаточно там 10-15 республиканцев, потому что демократы почти все будут голосовать за этот список, на исключение нескольких сумасшедших сторонников Палестины, которые не будут голосовать за него, потому что там еще и помощь израиля. Ну так вот, казалось бы, нет проблемы вот этих 15-20 республиканцев найти. Кстати, Маккол выступил недавно с очень сильным, я бы сказал, сенсационным заявлением недели две назад. Он заявил две вещи очень интересные. Первое, что он сказал, я полагаю, что, к сожалению, моя республиканская партия пропитана и пронизана российскими нарративами. Но он дипломатично еще высказался. Российскими агентами она пропитана и пронизана. Ну, слушайте, помните еще такую украиночку, американку замечательную, украинскую партию, Виктория Спарпарц, да, которая орала полгода... Никогда не надо давать помощь Украине, потому что все дети говорят, она снова вывалилась сейчас, она снова вывалилась, ее снова активизировали, что нет, я за Украину, я помогаю, я сочувствую, но деньги давать Украине не надо, во-первых, разворовываются, во-вторых, там непонятно, какое правительство, нет там демократии никакого, президент там уже, наверное, потерял плодомощи и так далее. Ну, вот, это позор для республиканцев, конечно. Андрей Андреевич, вы так про российское влияние сейчас заговорили, и это, собственно, главная тема нашего сегодняшнего стрима, на самом-то деле, я к ней сейчас вернусь, но давайте просто определимся, то есть я правильно понимаю, что вы ничего хорошего, в части этой эпопеи, завтра 9 апреля, ничего не ждете, будет опять толща воду в ступе? Нет, не совсем, я же не случайно начал говорить об этом выступлении Мако, у нас есть там ряд сторонников, но они должны как-то порвать вот с такой дисциплиной республиканцы, которая переходит в полное подчинение мафиозному боссу Трампу. Я не исключаю бунты 15-20 республиканцев, которые воспользуются вот этой, дисциплиной механизмом и согласятся на голосование без согласия спикера. Это не исключено, потому что слишком явно и грубо работает трамповская крыло партии. Посмотрим. Вот в Джонсона я не верю. Джонсон работает, его тактика замотать как можно дольше и дотянуть до выборов Трампа. Посмотрим. Ближайшие дни, вот неделя ближайшие покажет. Не знаю, может, повлияет последнее драматическое заявление Зеленского о том, что если Украина проиграет, если Конгресс не выделит эти деньги. Ну, слушайте, комплексов ПВО недостаточно. Они ровняют областные центры на авиабомбами, фигачат нон-стоп по Харькову, по суммам убитые, убитые, убитые. Это одно, а второе не хватает элементарных артиллерийских снарядов. Комплекс ПВО, но в конце концов даже может Европа норвежский поставить на СМС. Ну, вот сейчас собрал, но без американских производственных назначей. Вот элементарные вещи, снаряды для артиллерии, снаряд, да, и не только комплекс ПВО, а снарядов для ПВО не хватает. К сожалению, это может только делать Америка. Мы еще просто массовое производство там налажено. Мы поговорим еще о европейцах, там реакция Европы, она, ну, как минимум, очень обнадеживающая. Но я согласен с Зеленским. Есть элементарные вещи, которые может обеспечить только Америка. Это и снаряды артиллерийские ПВО, и системы ПВО. Поэтому это очень важно. Андрей Андреевич, давайте разберемся с российским лобби. Вот в прошлую пятницу мы в эфире 24-го канала с Катей Солером общались с Ориэлем Эпштейном. Это американский эксперт, который говорил о том, что, ну, во-первых, части штатов подсажены на Russia Today, на фашистский канал, где культивируют вот эти вот, ну, скажем так, изоляциализм, с одной стороны, во-вторых, дискредитируют Украину. Ну, в принципе, что может показывать Russia Today? Ну, понятно, что путинская пропаганда. Но вот я смотрю, что тут и Вашингтон-Пост об этом пишет, что вот целая компания, целую компанию в Штаты отправил Путин. Я не знаю, что это, спецотряды ФСБ. Ну, смысл в чем? Что с помощью искусственного интеллекта они генерируют тонны, миллионы и статей, и, соответственно, комментариев на популярных площадках, где как раз продвигают вот этот вот российский нарратив. Вопрос. Это ФБР, ЦРУ, кто там за это отвечает? Вообще уже мышей не ловят, что они же не понимают, что Америку ломают изнутри. Слушайте, никакие отряды Путина, никакая наша труда и в Техасе не может принести столько пользы Путина, как два человека, занимающие высшие посты в администрации Байна. Это директор ЦРУ Бернс. Это мой ответ на Ваш вопрос. Почему Бернс ничего не делает? Бернс возглавляет, сволочь, этот процесс. И помощник по национальной безопасности Джек Селиван. Вот мы говорим о республиканцах, это все правильно. Но, слушайте, а что же делает демократическая администрация в тот момент, когда полгода маринуется помощь Украины? Вот приезжал недавно в Киев Селиван. Для чего он приезжал? Для того, чтобы как-то объяснить, поминиться, что вот мы никак не можем пробить помощь, но делаем все, что возможно. Нет. Он приезжал, чтобы запретить украинцам наносить удары их дронами по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ну, что это такое? Ну, хорошо, что вы послали на три буквы. На следующий день у Украины наисла еще один такой удар. То есть, что он требует? Больше бензина для России, больше топлива для российской авиации, для уничтожения украинских городов, больше смертей. Это помощник президента по национальной безопасности. Беронс и Селиван откровенно работают на Путина. Я не стесняюсь, пишу и говорю об этом в Америке, но пока еще жив, между прочим. Скоро меня русские меня объявили иностранным агентом. Я думаю, скоро меня Бернс объявит иностранным агентом в США. Но неважно. Но дело в том, мы же с вами вот два года смотрим. Дело не только биреспубликанцев, которых подчиняется Трампу. Дело в том, что мы следили с вами за каждым этапом борьбы. С одной стороны, между Бернсом и Бернсом и Селиваном, практически работающим на Путина, а с другой стороны, сторонниками Украины Остином и Блинкиным. И вот каждый новый успех, каждый новый запаздывающий, но все-таки передачи там сначала Хаймерсов, потом Абрамсов, потом, в конце концов, принято решение о самолетах. О самолетах мы тоже поговорим. Сегодня решалось бы это. Почему я не говорю о Трампе, о Селиване, о Бернсе, как о врагах Украины? Откровенно. И меня часто упрекают. А почему ты говоришь о Байдене? Ну, Байден-то это человек, который не очень уверенно читает написанные ему тексты на промптеле или на таких картонных бумажках. Дело в том, кто пишет эти тексты. Тоже читает с картонных бумажек. Да, вот когда когда их пишут Блинкен и Остин, получается одно, когда пишут Селиван и Бернс другое. Так вот, в последнее время Казаза полностью себя дискортизирующей летом вот провалов этих тайных переговоров секонд-трек Томаса Грэма с Путиным, с Эливан, снова мы видим, что он обрел влияние сильной инициативы. Ну, это персональные причины очень всегда действуют. Дело в том, что Блинкен, ну, мы видим, что он полностью там на 200% сконцентрирован на Ближнем Востоке. Кстати, там, к сожалению, тоже не лучшую политику Байдена он реализовывает всяческие связи, заставляя Израиль сражаться с вязанным за спиной руками. Остин, проблемы со здоровьем. Ну, вот мы видим, что Селиван снова-снова активен. Ну, вот требовать требовать не ударять по российским нефтезаводам это откровенное откровенное предательство. Вот где основная путинские агенты. Это очень серьезная обстоятельство. Тогда, Андрей Андреевич, хочется процитировать вас с сегодняшнего стрима, когда вы цитировали Майка Джонсона. Цитата звучала так, я себе тут пометил. Трамп хороший человек. Так, может быть, он действительно хороший человек в такой ситуации? «Меньше негодяй, чем Селиван и Бернс». В мире … Зачем нам сейчас этим заниматься? Сейчас, что касается Америки, давайте все-таки подведем итог этой мрачной картины. Мы его увидим в ближайшие в течение недели. Или вот республиканцы, такие, как Маккол, председатель комитета по иностранным делам, они все-таки восстанут против этого трамповского заседания в республиканской партии? Да, и, кстати, в том же выступлении Маккол очень резко критиковал Селивана, и он сказал одну такую закрытую информацию с коридоров власти, что Селиван тщательно внушает мысль Байден и вообще всему американскому руководству, что вот если мы будем давать слишком много оружия Украине, то Путин может нанести ядерный удар по Соединенным Штатам. То есть участвовать в примитивнейшем ядерном шантаже Соединенных Штатах. О чем может мечтать Путин? Какая ему еще пятая, шестая, седьмая, восьмая колонна нужна в Соединенных Штатах, если на него работают директор ЦРУ, помощник по национальной безопасности и наиболее вероятный претендент на пост следующего президента Трамп. Эти люди работают сейчас против Украины. давайте Андрей еще туда все-таки с Америкой разберемся. Тут на прошлой неделе практически накануне Вашингтон Пост сообщил якобы детали мирного плана Дональда Трампа, что он за одни сутки закончит войну и все порешает. Договорится с его другом Владимиром и Владимиром, но нам надо будет отдать свои территории на купированный Донбасс, на купированный Крым. Позже эта информация была соответственно как-то дезавуирована и в частности в Нью-Йорке или в Нью-Йорке было сказано о том, что это фейковая новость, потому что сначала как тут заявлено сначала Тарамп должен прийти к власти, а потом он все проанализирует и примет правильное решение. Об этом, кстати, сказал, дезавуировал это Джейсон Миллер. Это представитель предвыборного штаба Трампа. Что вы думаете по поводу вот этих вот подходов? Вот это забирайте, это вам, это нам. Понимают ли американские элиты и потенциальные президенты, что Путин уже мало Крыма и Донбасса, он хочет нас тут перебить всех и не только нас и вас как американцев в том числе. Это я уже не к вам лично, Андрей Андреевич. Ну, что перебить понимают, но все люди, которые работают на Путина, сознательно они это прекрасно понимают. Тот же Селиван, тот же Бернс и тот же Трамп. Но понимаете, в чем дело? Вот такая результирующая точка зрения среди даже а почему эта точка зрения популярна о таком замораживании конфликта даже среди людей, ну, как бы считающих себя считающими симпатизируют Украине. Вы, наверное, заметили популярна точка зрения такого корейского варианта. Вот смотрите, была такая война в Корее. Она остановилась в конце концов на линии соприкосновения сторон. Создалось две страны южная и северная. Ну, северная, конечно, как была, так и осталась адом, но Южная Корея, она же в результате, смотрите, стала прекрасным процветающим государством. Вот почему бы не попробовать нам такой вариант для Украины. Ну, да, останавливается война, там большие куски территории остаются за Россией, но вот свободная демократическая Украина продолжает разбиваться, становится процветающим государством, а потом, ну, так же, как, скажем, не только Южная Корея против Северной, но такой же процесс был и в Германии, в Восточной Германии и Западной, а потом уже через 10-15 восточные немцы, северные корейцы сами захотят сами захотят вот в эту процветающую Украину. Но люди, строящие такие сказки, забывают о том, что условием этого процветания Южной Кореи было то, что на ее территории после разделения в течение полувека присутствовало несколько сот тысяч американских войск. Они что, собираются присутствовать на территорию Украины. Поэтому это все варианты ничьи, к сожалению, здесь не существует. Существует только вариант или путинской победы, или путинского поражения. И вот слова поражения России, мы слышим их сейчас только в Европе. Мы слышим их все чаще от французского президента Макрона. Вчера свежая информация, вчера очень интересная была статья опубликованная министров иностранных дел Великобритании и Франции. Она посвящена годовщине. Вчера, оказывается, мы об этом подзабыли, 120 лет образования Антанты. Помните, из советских учебников истории, которые мы в детстве проходили, была такая проклятая Антанта. Антанта это Антант, по-французски согласие. Это 120 лет назад был заключен союз между Англией и Францией, которым присоединился в скорой России, целью которого была остановить экспансию Германии, которая, в конце концов, даже после предательства коммунистической России, выиграла Первую мировую войну. Статья, это очень важный шаг, это практически поддержка поддержка Великобритании на уровне министра иностранных дел, доктрина Макрона. Макрон первый произнес слова, мы должны добиться поражения, поражения России, для этого мы должны отказаться от всех красных линий, которых мы накладываем на самих себя. мы в Франции и ряд наших союзников, он подчеркнул, не все, но ряд наших союзников готовы послать свои вооруженные силы для помощи Украине, для нанесения поражения России. Более того, это очень важно, я считаю, это было сделано целенаправленно, он подчеркнул, более того, наши военнослужащие уже участвуют в войне в Украине. Мы с британцами послали ракеты Storm Shader и Skrub, и они участвуют в обслуживании этих ракет. Это очень важное замечание, потому что, ну, по существу, насколько я понял, план Макрона заключается в том, чтобы, не в том, чтобы послать пехотные дивизии в Украину. У Макрона и у Европейцев в целом нет таких пехотных дивизий, которые могут сейчас заменить украинцев на линии разрешения огня. Но у них есть другое. У них есть замечательная авиация, замечательные дальнобойные ракеты, и Макрон не случайно сказал, что мы уже участвуем в обслуживании ракет. Следующий логический шаг это послать французскую, британскую авиацию. Вот одна из тех нелепых красных линий, которую мы запад наложили на себя, это то, что в западных самолетах, которые будут принимать участие в войне в Украине, за штурвалом должны быть только украинские летчики. Почему только украинские летчики? это условия задерживали авиацию отправку авиации на два года. Вот сейчас последние сведения, что, ну это мы слышим очень долго, что вот-вот, но действительно, Голландия, Бельгия, Норвегия передают 65 самолетов, которые будут, видимо, управляться украинскими летчиками. Но тоже очень неплохо к нам относящихся генерал-эк Донатас Тоттамбур заметил на днях, что они не станут таким геймченджером. Да, они не станут 65 самолетов. Серебряной пулей. Да, серебряной пулей, да, 65 самолетов не станут. А вот две, если к этим 65 самолетам французы, шведы и британцы пришлют еще по 50 миражей тайфунов и риппенов пилотирами опытнейшими французскими и британскими и шведскими летчиками, то вместе 65 украинскими это станет уже силой, которая может решить исход войны. Ну, потому что, напомню, вот это очень важно, это часто забывают в анализе, когда сейчас говорят, что вот идет наступление российской армии и большее количество ресурсов. Есть две войны, Украина, российская война, это очень сложная суперпозиция двух, очень разных войн. Первая, это классическая война вдоль линии на истощение, вдоль тысячаметровой линии соприкосновения огня, соприкосновения сторон. В этой войне, да, у России стратегическое превосходство, у нее больше мобилизационная база, больше ресурсов, военно-промышленный комплекс. Кроме того, оказалось, что такие страны третьего и четвертого мира, как Иран и Северная Корея, оказались не менее, а может быть, даже более эффективны в помощи оружиям в Украине, чем 60 передовых стран Запада. Просто не могу не вставить вот эту вот фразу с Блумберга. Американские военные обеспокоены, что Северная Корея тестирует в Украине свои ракеты. Извините, продолжайте. Да, глубокая обеспокоенность. Так вот, это одна война, в которой, да, у России есть стратегическое преимущество, так скажем. Но есть вторая война, я напомню знаменитый термин Карл фон Клаудерса, цень тяжести, психологический цень тяжести войны. Так, цень тяжести этой войны Крымский полостов, где ситуация противоположна. Они захватили этот Крымский полостов, но он в качестве наказания стал такой уязвимой точкой всей российской военной машины. Вы смотрите, не обладая ни авиацией, о чем мы уже сказали, ни морским флотом, Украине, во-первых, удалось вышвынуть российский военно-морской флот из восточной части Черного моря. Во-вторых, ежедневно наносятся очень сильные удары по Крымскому полостову. Вот появление воздушной армады, сколько мы насчитали, 65 украинскими летчиками и там, ну, минимум 150, больше 200 самолётов. Это уже будет той самой серебряной пулей, потому что вот эта армада сделает две вещи. Во-первых, ну, хорошо бы, чтобы одновременно поступали больше системы ПВО, но каждый вот и самолёты F-16, я уверен, и эти современные британские, французские, шведские самолёты, это каждая из них это летающая крепость ПВО. Воздух в воздух они способны поражать российские самолёты, и они будут их поражать те, ведь откуда летят эти планирующие бомбы, которые уничтожают мирных жителей в Украине, они их самолёты, российские самолёты выпускают ещё на дороссийской территории. Вот введение этой воздушной армады, оно просто оставит Россию через несколько, очень короткое время без авиации, ну и кроме того, это решит вопрос уничтожения всей российской инфраструктуры, всей военной машины в Крыму. А изгнание России из Крыма это не только громадное военное значение, нарушается вся система снабжения российскими, но и колоссальное политическое и психологическое поражение России, которое может решить успех всей войны. Поэтому да, без американской помощи, я бы так перефразировал выступление, американской помощи мы проиграем войну, потому что я надеюсь всё-таки, что вот этот бунт республиканцев, это давление общественного мнения, Джонсон будет пытаться затягивать, но в конце концов эти деньги будут выделены и снаряды от американцев пойдут, но без европейской помощи, без доктрины Макрона мы не выиграем эту войну, потому что только Макрон в своей доктрине поддерживающего европейцев, теперь вот эта британа-французская танта отваживается произносить термин поражение России, помните мы, когда следили за борьбой с Эльвана и Блинкина, мы всегда отмечаем, что Эльван никогда не произносит слово победа в Украине, Блинкин произносил победа, но даже он не отваживался от поражения России, для того, чтобы нанести России поражение, а это необходимо, как мы с вами выяснили, тут ничего невозможно, прежде всего эту цель надо озвучить, это озвучили сейчас европейцы, и почему я надеюсь, мне часто говорят, ну это слова, Макрон говорит эти две недели, но где практическое, вот как, где нащупать, сколько времени надо, чтобы ну во-первых мы видим, мы видим, что помощь Европы параллельно с Макроном на помощь Европы финансовая и военная идет, есть два громадных стимула, понимаете, европейцы, европейские лидеры, они не задают таких дуракских вопросов, а как там Трампушка поведет себя, когда придет к власти, может же он будет хороший, они знают, что Трамп, они имели с ним дело, пять лет они знают, что Трамп ненавидит НАТО, и они понимают, что они остались, остаются без без американского зонтика, и они это всегда опасались, 50 лет они вели дискуссию о создании европейской армии, знают себе вопрос, а что если в Америке появится президент, который откажется от помощи Европы, а сейчас они оглянули сокрет себя, увидели, что единственная европейская армия, которая существует, это герриджеско-украинская армия, которая сдерживает рвущуюся к ним российскую рту, поэтому это вопрос элементарной безопасности, снабдить эту европейскую армию современным оружием, которое находится у них, потому что им все равно придется сразиться с Путиным, или сегодня, имея с союзником героическую украинскую армию, или пассивно вместе с американцами дожидаясь поражения этой армии, уже оставшись с Путиным один на один, поэтому для них это не вопрос хорошего отношения к Украине, для европейцев, и Макрон случайно сказал, ряд мы не все, но целый ряд мы их семья, примерно вот перечислил вам те страны, которые, на мой взгляд, сейчас придерживаются этой позиции, и готовы войти в ту coalition of willing, которую создает Макрон, это Британия, что сейчас подтверждено официальным уже произглашением министрами иностранных дел Франции и Великобритании новой Антанты, это, конечно, Швеция очень активный игрок после двухсотлетней спячки, политику, это Польша и Польша и Румыния, чьи аэродромы, конечно, понадобятся для действия вот этой армады западных союзников, ну, Финляндия, которая не забыла три войны с Россией и тоже будет готова предоставить свои аэродромы и три прибалтийские страны, которым нечего терять, которые станут первыми жертвами российской агрессии. Ну, Германия колеблется пока, как сказал Макрон, они со мной согласны на 80%, но еще раз, главное, ведь Путин очень уязвим, вот, украинцы совершили два военных чуда, которые будут изучаться в будущих военных академиях, как вот чудо на Висле, поражение Тухачевска, то чудо на Депре, тот же наш замечательный Бернс, он же предлагал, ЦРУ уже говорил, после того, как он заключил предательское соглашение в ноябре 21-го года с Путином, что Путин не пойдет дальше Украины и Европы, а американцы за это будут, и они до сих пор пытаются это делать, запретят украинцам наносить удары по российской территории, а ЦРУ предсказывал, что Киев будет взять за 3-4 дня, Зеленскому предлагали самолет с семьей выехать. А мы не предлагали, Андрей Андреевич, я вот в Киеве тоже был, и мне не предлагали, и миллионам украинцев не предложили, представляете, поэтому мы решили остаться. Правильно сделали, и Зеленский решил остаться. И стал настоящим, вот когда он стал настоящим президентом Украины, и теперь он останется. И вторая победа, это победа в Черном море, конечно, над российским военно-вторшим флотом. Смотрите, помните, какие-то разговоры были о зерновой сделке, спокойно разгуливают украинские торговые суда зереном, не пикнет российские. Андрей Андреевич, а мне все так просто. Оттуда ракеты прилетают и по Одессе, и по Херсону. Мне все так просто, да, для этого и нужна вот эта военная военно-воздушная армада, которая закончит эту работу. А хочу вас спросить, вот по риторике Олаф Шольца, канцлеры, он, в принципе, ничем по большому-то счету от Макрона не отличается, за исключением в виде войска. И тоже западная пресса писала о том, что Макрон сказал, что нет-нет, никаких войск, это третья ядерная война, мы не хотим. Вот как вы думаете, позиция Германии, раз уже мы такие исторические аналогии проводим про Антанту, мы помним 120 лет назад, на какой стороне была Германия, и не на стороне Антанты, да, а сейчас в какую сторону может качнуться общественное мнение, ну, и, соответственно, решение этого локомотива европейского? Тогда я, спасибо вам за слово локомотив, когда он, он сейчас просто стартует, когда он наберет ход, я думаю, Шольц к нему присоединится. У Шольца, ну, у немцев они такие, у них есть такие пунктики дурацкие, у Шольца дурацкий пунктик, помните, он не давать леопарды, пока американцы не дадут там, что там у них, Абрамси, сейчас у него пунктик не давать Таурсе, пока американцы не дадут самую продвинутую модификацию ЭТИКС, ну, сдвинется он, главное, главное, слушайте, Запад обладает ресурсами, ну, превосходящими там на порядке все эти корейские, российские, я не знаю, там, белорусские, иранские. У Запада не хватает, как мы видим здесь в Соединенных Штатах, политической воли. Когда заиграют политические воли, Макрон демонстрирует сейчас эту волю. И второе, я говорил об одном из стимулов европейцев, это стимул, элементарный вопрос, а есть и другой, а есть и другой. Европейцы устали очень от подчинения американцам, особенно французам. Вот сколько раз мы иронизировали над политикой, французским любимым мемом Грандор де Франц, величие францы. Андрей Андреевич, извините, но это вы иронизировали, а я французов всегда защищал, давайте вспомним. Ну вот, может быть, вы оказались правы, но Грандор де Франц не изменился, просто он заиграл теперь на правильной стороне истории. В чем их был Грандор де Франц в 80 лет, и сколько там, до 70 лет, когда они были союзниками Америки, им всегда важно было показать, что мы все-таки самостоятельные, мы не такие вот, как мы какие-то американские. При этом этот Грандор де Франц выражался в такой особой позиции по отношению к Советскому Союзу, а потом по инерции как бы к России, то есть работа не на нашей стороне. Но сейчас совершенно другая ситуация. Сейчас Грандор де Франц работает в ситуации, когда вот констатирую еще раз вывод из первой части нашей беседы. Я все-таки надеюсь, да, что какое-то пусть урезанное, пусть там, я не знаю, там кредитами, пусть с запозданием, но деньги будут даны, надеюсь, и нужна помощь на там же элементарном уровне архивистских снарядов и вооружений для противоракетной обороны. Америка готова, готова работать, чтобы Украина не проиграла, но она абсолютно не готова работать, чтобы Украина победила. А вот на наших глазах лидерство свободного мира, оно переходит из Америки к Европе, а Франция всегда мечтала стать лидером. То есть здесь соединяются политики, они же тоже люди. Два самых сильных человеческих мотива. Страх от угрозы, безопасности и амбиции, гордость, стремление быть лучшим, великим. Я думаю, вот это два чувства, которые двинут вот этот европейский локомотив доктрины Макрона. Я тут подумал, что движет прогрессом. секс и деньги, но это, наверное, до того момента, пока люди не становятся политиками и не могут решать за других людей. Андрей Андреевич, вы такую фразу сказали, я имею в виду решать, жить им или нет. И это самый, наверное, все-таки такой мощнейший наркотик. Я хочу спросить у вас, вот вы сказали такую фразу, что европейцы устали, но не от Украины. И я такого давно не слышал, чтобы европейцы устали, а вот от этого американской доминанты. Так тогда вот эти вот разборки двух дедушек Джон и Дональда, они каким геополитическим последствиям ведут? Или оно сейчас просто еще 9, сколько там, 7 месяцев до выборов перетерпится, перемолится, ну и дальше Great America again make, независимо от того, собственно говоря, кто там выиграет? Или они все-таки вот есть вот это вот, вы чувствуете, что что-то не та уже Америка? Вы же там? Нет, ну слушайте, ну вот это два престарелых это позор Америки, конечно, это позор, я ведь американский гражданин, мне ведь голосовать, я не смогу ни за одного из этих мерзавцев проголосовать, я уже был в такой ситуации в России, в каком, в 94-м году, когда во втором туре были сравнения, с Дзюганов и Ельцин, да, я не мог голосовать ни за того, ни за другого, я даже расскажу интересные случаи, у нас уже время заканчиваться, наверное, да? У нас еще есть полных 7 минут. Да, вот во время второго тура я был очень популярен тогда в дипломатических кругах, и вот у меня дома в гостях был посол Великобритании, сэр Родрих Брайс, мой близкий друг, он пришел ко мне где-то так, часов в 5, ну и я ему сказал, что я вот не ходил голосовать, я не могу, он пришел в ужас, он начал меня обеждать, кричать, как же так, ну коммунисты могут прийти к власти, что же ты делаешь, ты же все предупреждал об этом, ну практически выгонял меня из собственного дома идти голосовать, ну я вежливый человек, я сказал, ну хорошо, я пойду проголосую, я вышел на улице, погулял, несколько раз обошел вокруг дома и вернулся обратно, но так и не проголосовал, конечно, но эта ситуация, вот они, это позор Америки, вот ситуация, выбор между земель, двумя фигурами, я бы, ну о Трампе я всегда не скрывал свои крайне отрицательные точки зрения, но я о Байдене никогда особенно, как я уже сказал, на нем не заострялся, потому что, ну что, есть старенький человек, вот борются две линии внутри, один в понедельник одни люди пишут ему тексты, во вторник другие, но вот что меня окончательно, конечно, подрубило, вот эта мерзкая поездка Селивана в Украину, в тот момент, когда постыдился бы ехать, когда в Украине истекает кровь, полгода нет помощи, нет снаряда, а он приезжает, а вот не смейте еще бить, да и вы же помните его обоснование-то, оказывается, потому что дедушка Байден может помешать выбору выиграть, цены на нефть возрастают, а самое страшное для американского действующего президента на выборах это повышение цен на бензин в Америке, ну, нет, но то, что Селивана Беронс это законченные негодяи работающие, ну, почему, это можно тоже долго объяснять, это не банальные агенты, которых вот завербовали, там, зашли, нет, это вытекает там из их идеологических соображений, у них такая смесь двух школ, это школа реаль-политик, ну, вот, неважно, кто там за демократией, кто против демократии, нужно баланс сил, вот, Путин, да, конечно, нехороший человек, может быть, негодяй, но он может нам понадобиться, вот эта их дурацкая фенечка, он нам может понадобиться для борьбы с Китаем, никакой борьбы с Китаем, он у китайцев уже в заднице полностью, вот, а второе, есть очень сильное леволиберальное крыло в демократической партии, так называемое Vox Culture, это выпускники лучших американских университетов, они там впитывают из коммунистических фактически профессоров мысль о том, что Америка виновна перед угнетенными народами мира, поэтому в любой конфликт в мире это борьба империалистов ставшими народами, непонятно почему в эту схему и вот это удивительно для американских левых, вот здесь такой сумасшедший старичок Берри Сэндерс, помните, он чудесный, ну, он практически коммунист, вот почему, наверное, почему левые, ну, почему там правые фашисты за Путина, да, а почему вот левые люди всю жизнь боровшиеся за коммунизм, почему они сочувствуют России, ведь в России самая дикая форма капитализма, нет, они вот из, вот, у них генетически они верят в России какой-то вызов Западу, значит, они боролись не столько за коммунизм, сколько против Запада, их двигала вот ненависть к собственной цивилизации, к собственной культуре, собственной стране. Андрей Андреевич, давайте завершать, я не знаю почему, но я оптимизм не теряю и не планирую терять, у нас масса проблем, но мы не безоружные, мы не одни на этой планете, и я исхожу из того, что мы всех российских оккупантов или отправим домой, ну, и пока ничего моя уверенность не поколебала, и я уверен, что не поколебит. Правильно, это в среднесрочной перспективе, а в ближнесрочном я думаю, что мы все-таки вырвем, вырвем в какой-то форме финансирование от американцев, и что гораздо важнее, заработает европейский локомотив. Спасибо большое, до следующей недели подписывайтесь на нашу... Вот мы эти прогнозы обсудим в следующий раз. До свидания. До свидания.